Блинкин заявил, что НАТО не стремится к агрессии против России. Гассекретарь США Энтони Блинкин полагает, что Североатлантический альянс не намерен предпринимать агрессивные действия в отношении России. Такую точку зрения он изложил в пятницу на онлайн-форуме Reuters Next, передает ТАСС. «Думаю, важнее всего то, а президент РФ Владимир Путин, похоже, не принимает этого внимания или игнорирует, что НАТО является оборонным альянсом, прозрачным альянсом», — сказал Блинкин, комментируя заявление о том, что Москва считает красными линиями. В частности, дальнейшее приближение инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение на территории Украины ударных комплексов, а также гиперзвукового оружия. «Это не альянс, нацеленный на Россию, это не альянс, который намерен прибегнуть к агрессивным действиям против России», — продолжил госекретарь США, говоря о НАТО. По его версии, единственная агрессия, которую видели в этом регионе в последние годы, к сожалению, исходила со стороны России, сначала в отношении Грузии, а потом — Украины. «Так что, думаю, это очень ошибочный взгляд на вещи», — добавил Блинкин. «Единственная угроза, которая сейчас существует, — это угроза возобновления российской агрессии против Украины», — утверждал он. «Мы очень хотим, чтобы этого не произошло», — добавил шеф американской дипломатии. По версии Блинкена, действия Москвы повлекли за собой укрепление обороны НАТО, в том числе ближе к России. «Президент Путин говорит, что именно этого он хочет избежать», — добавил госекретарь. «Президенту Путину стоило бы обдумать это и, если у него есть опасения, обоснованные опасения относительно безопасности, не прибегать к действиям, которые являются провокационными и заставят Альянс укреплять свою оборону», — полагает руководитель американского внешнеполитического ведомства. Продолжение следует...